вкуснейший ароматный сыр домашний сыр вот такой бутербродный главное преимущество не только в том что он вкусный не только в том что он ароматный и не только в том что он домашний а и в том что срок его созревания не месяц не два месяца не полгода и даже не год этот сыр созревает всего лишь пять дней уже через пять дней он имеет хороший вкус хороший аромат смотрите внимательно как я его делал здравствуйте друзья меня зовут дмитрий вас приветствую на канале сельская жизнь сегодня мы будем делать сыр но сыр будем делать необычный фишка этого сыра твердого сыра в том что время его созревания составляет аж пять дней то есть не полгода не год не два года а именно пять дней то есть от пяти дней он уже набирает все весь свой вкус который он может быть который он может себе набрать он есть вкусным бутербродным сыром чего делаю именно я значит сыр этот я делаю с козьего молока данный момент момент я использую 10 литров козьего молока если у вас домашнее молоко вы молоке уверены можете его не пастеризировать если у вас не свое молоко не молоко от своих коз либо от своей крови то желательно пастеризировать значит если молоко у вас домашние и либо пастеризированные либо не пастеризированные не имеет значения не значение то что молоко должно выстоять вас минимум 6 часов если это лето жара в холодильнике 6 часов если это лето жара то минимум 12 то есть если вы свежий молоко не пастеризируете то вы его просто выдерживаете 12 часов если лето если прохладно тот 6 часов если вас пастеризированное молоко тос пастеризируем свежее молоко а потом его выдерживаем 12 часов поскольку этот сыр очень быстро вызревает то он не успевает набрать желтизны цвета сыра если это вам как бы никак не влияет то принципе можно ничего не делать но можно добавить красить натуральный краситель она то я вот буду добавлять пару капель 5 4 5 капель 1 2 3 4 5 то есть просто более аппетитно будет выглядеть сыр желтым цветом если у вас нету красителя на то можете не красить вообще как я сказал либо я красил но не этот сыр другой сыр качеток красил куркумой тоже то есть это куркума мало того что она дает цвет она еще дает определенный пользу для организма видите сыр она то там где есть сгусточки жира плавает сверху сейчас может быть немножко раз мешаем молоко сразу ну как бы такой чуть-чуть приобрел оттенок но как показывает практика сыр потом имеет достаточно хороший оттенок я добавил 5 капель да если вы считали вместе так размешали значит какую закваску использую использую закваску приобретенную на интернет магазине заквасочка называется сыр домашний какие там закваски не знаю неизвестно производитель держит это в секрете но благодаря этим закваскам и технологиям производства сыр очень быстро дозревает если у вас нет возможности заказать сыр с этого интернет магазина заквасочка и вам интересно можно ли сделать такой сыр без закваски пишите в комментариях что вам это интересно что вам интересно узнать можно ли приготовить такой сыр без этой закваски и я тогда попробую сделать сыр без этой закваски я пытался выяснить производители они вот пакует его заквасочку на 10 литров 10-12 литров но молчат что это за закваска значит закваску как обычно закваску рассыпаем поверху молока даем ей минуту набраться влаги потом перемешиваем и оставляем ее на 30 минут для того чтобы закваска вступила в действие вот как минуту закваска прилежала на поверхности молока вот так вниз размешиваем чтобы все что заквасочка ушла распределись по всему молоку потом можно уже мешать и по другому и как я говорил оставляем ее на 20-30 минут для того чтобы она вступила в действие прошло уже у нас где-то 25 минут сейчас я добавляю молоко молокосвертающий фермент если вы будете покупать на интернет магазине заквасочка там все в комплекте есть все что нужно для этого сыра и закваска и фермент если нету фермент я развожу видите в воде 50 грамм берем 50 грамм воды кипяченой холодной и разводим там фермент если у вас нету такого набора и заквасочки то я как правило пользуюсь ферментами и это у нас продается в ветоптеках и добавляю этот фермент разведенный уже в молоко и хорошо перемешиваем его чтобы оно разошлось по всему молоку потом желательно остановить молоко чтобы оно не крутилось потому что она потом так загустает вихрем останавливаем и оставляем молоко приблизительно на полчаса свертывание зависит время свертывания зависит от молока это свежий или пастеризованный если пастеризованный то она будет скорее всего сворачиваться до часу времени и температуры свертывание должно приходиться при температуре где-то 32-35 градусов если у вас прохладнее помещение прохладно то есть если это вы не летом где-то холодом делаете и вас помещение прохладно тогда лучше сделать водяную баню то есть поставив посуду где будет вода градусов 45 тогда она будет придерживать температуру молока 30 35 градусов если у вас выделать их сыродельный то это еще проще и так еще полчасика я вам дальше покажу как должно выглядеть уже свернутая сгусток сыра или молока точнее ну что друзья смотрите уже если видно да то есть появляется между ведром и нашим сырным сгустком сыворотка в принципе уже можно разрезать значит режем на кубики полтора два сантиметра саларин в одну сторону. Конечно, удобнее я делаю это в ядре, как я уже говорил, но удобнее делать какой-то широкой кастрюли. Здесь уже на самую длину теперь делаем в другую сторону. Если у вас есть сырная лира, это делать удобнее и плачнее. Но поскольку большинство людей это начинающие сыровары, мы делаем ножом. И потом делаем вот так. Нож ставлю под угол. То есть у нас получились стопчики. Делаем под угол. И крышу. Оставляем теперь на 10 минут, чтобы сырное зерно вот это отдохнуло. За это время оно еще как бы отойдет с него сыворотка. И тогда дальше вам расскажу, что делать. Ну что, друзья, наш сгусток уже отдохнул 10 минут. Он сел ниже. Что мы сейчас делаем? Сейчас нужно вам собрать сверху грамм 200 сыворотки. То есть снимаем 200 грамм сыворотки. Я снял сверху 200 грамм сыворотки. Снимал я просто обычной чашкой. Значит, сгусток уже сел. Значит, что мы делаем дальше? Наша задача сейчас прогреть всю эту массу до 36 градусов и при этом помешиваем. Сначала мешаем очень медленно. Где есть большие куски, если вы видите, что они больше, чем 2 на 2, мы их еще дробим. и размешиваем. Сначала медленно, потом все интенсивнее, интенсивнее, интенсивнее. Все это мы должны делать в течение 10 минут. Если мы, если температура будет 36 градусов раньше, то вы отключаете нагрев, но продолжаете мешать до 10 минут. Итак, поехали. Ну что, друзья, я уже нагрел мою смесь до 36 градусов, как вы видите. Выключил и продолжаю дальше помешивать. Видите, 36 градусов. Если вы порезали не ровно как я, то это ничего страшного. Вы можете вот такие большие кусочки сейчас прямо я беру ножом и его делаю еще наменьше. Ваша задача в течение этих 10 минут сделать так, то есть мешая и потребляя вот эти крупные кусочки, чтобы у вас были сырное зерно 7-8 миллиметров кубики шарики. Поэтому я продолжаю делать, поскольку я делаю без штатива мне не совсем удобно, сделать так, чтобы вот эти сырное зерно было где, видите, плохо разрезалось не достал до дна, то есть разрезать их еще, то есть прямо вот так на шумолке ножом дальше разрезаем. Либо можно еще вот так делить. Это уже как вам удобно. Значит, 10 минут мешаем. Помните, сначала медленно, потом все интенсивнее, интенсивнее, интенсивнее. Что дальше делать? Скажу. Будьте внимательны, это очень важно в приготовлении этого сыра. Значит, друзья, вот я нагрел, когда я уже до 30 градусов мешаю. Вот такие изгустки у меня получились. Не все где-то больше, где-то меньше, но нужно стараться, чтобы получилось 7-8 миллиметров. Дальше мы снимаем 30% сыворотки. То есть, если я делаю из 10 литров молока, то 30% от начальной количества молока. 30% сыворотки от 10 литров, которые я изначально делал молока, это будет 3 литра. Если вы делаете, например, на 5, значит, снимаете 1,5 литра. Зачем мы снимаем? Это прекращает размножение молочнокислых бактерий. Снимаем 3 литра сыворотки. Как это делать? Либо вы сливаете, но вместе с сывороткой может уйти сырное зерно, либо вы просто чашкой снимаете сверху сыворотку. Если сырное зерно высоко, вы можете положить сыто прямо сюда в ведро и терпать изсыто. То есть, оно обязательно будет без сырного зерна. Значит, снимаем 3 литра сыворотки, дальше расскажу, что делать. Значит, друзья, слил я 3 литра молока. Вот такое получилось у нас сырное зерно, точнее, 3 литра сыворотки. Дальше внимание, до оставшейся массы нужно добавить 40% кипяченой теплой воды 40 градусов. 40 градусов должна быть вода и добавить нужно 40% до оставшейся массы. То есть, если у меня было 10 литров, 3 литра сыворотки мы сняли, значит, у нас осталось 7 литров вот этого сыворотки из сырного зерна. добавить нам нужно 40% к 7 литрам это будет 2,8. Правильно я считаю? Напишите в комментариях 2 литра 800 грамм. Вода должна быть 40 градусная. Добравляем сюда воду. Пользуясь случаем, где я увидел еще большие сгустки, я их еще делю. Итак, добавляем воду. Добавил я воду. Дальше мы подогреваем всю эту массу до 37-38 градусов. То есть, масса должна быть при температуре 37-38 градусов. Мешаем ее до 12-15 минут. В конце нашей обработки должно быть сырное сырное зерно 4-5 миллиметров. Как вы видите, поскольку я неровно порезал, у меня есть уже, которые уже по размеру подходят, а есть которые больше, где-то еще плавает большое. 14-15 минут мешаем. Вымываем так сырное или высушиваем говорят сырное зерно. Итак, 37-38 градусов и до 15 минут вымешиваем. Температура у меня уже 37,2. В принципе, все это время было 36,9, 36,8, 37,2. Уже где-то пришло около 15 минут. что получилось? Сейчас вам покажу. Значит, вот какое сырное зерно получилось у меня. Преимущественной массе оно стало уже мелким. Даже, возможно, есть где-то 4, возможно, даже где-то меньше миллиметра, но есть еще побольше куски, поскольку неровно было сразу разрезано. Но это сильно не испортит наш сыр. Поэтому мы еще пару минут помешаем. Дальше что мы делаем? Дальше сливаем сыворотку. Сливаем сыворотку по максимуму. Значит, как сливаем я говорил, либо сливаем, да, но можно терять сырное зерно, либо ложим туда сито, и черпаем ситом. Если вы уже имеете опыт, то, в принципе, можете слить и не потеряв сырное зерно. Но если вы только это делаете первый раз, то лучше не рисковать. Итак, друзья, сливаем сырное зерно и дальше я говорю, что делать. Значит, друзья, я слил сыворотку. Я сливал, просто переворачивал. Если вам интересно, как я делал с ситом, то в правом углу вашего экрана, появится подсказка на то, как я делал это с ситом. Дальше, всё это сырное зерно солим мелкой поваренной солью, где-то ложка-полторы, зависит от того, насколько вы любите соленое. То есть, солим всё это зерно. Ложка-полторы. Дальше, быстренько вот это всё перемешиваем. Сейчас возьму другое приспособление. Всё это перемешиваем и формируем в форму. Складываем это всё в форму. Делать это нужно быстро, для того, чтобы сырное зерно не остыло. Ладно, я выключаю камеру, перемешиваю и потом покажу, что дальше делать. Сырное зерно сложил в форму. Форму, как вы видите, я взял плотную, с поршнем, потому что этот сыр нужно будет прессовать. Немножко он не влазил, но поскольку у меня нет две поменьше, либо одна побольше формы, то я её сюда попробовал попрессовывать. Дальше, в течение 30 минут он самопрессуется. Каждые 10 минут переворачиваем. То есть, 10 минут прошло, перевернули, оставили ещё на 10 минут, перевернули, оставили ещё на 10 минут, перевернули. То есть, оставляем его самопрессоваться. Для того, чтобы сырное зерно не остывало, накрываем крышкой и плотенцем сверху. Если у вас делать это в прохладном помещении, то, возможно, лучше сделать ещё какую-то баньку, чтобы держалась вот такая температура 35-37-30. Если нет, если тепло, пусть, значит, накрываем, пусть стоит, самопрессуется. Вот так сырь выглядит после самопрессования. Значит, дальше мы прессуем 1 час 1 кг, и потом 2-3 часа прессуем весом, точнее, 2 часа потом прессуем весом 3-5 кг. Поскольку я делаю эти сыры для себя, не на продажу, я ещё не обзавёлся специальным прессом, поэтому я буду делать так. Оставляю форму в ведре, накрываю крышкой и ставлю банку сверху. Вот так. Почему я ставлю в ведре? Потому что есть такой нюанс, что сыр может наклониться в одну сторону и банка перевернётся. Чтобы она не перевернулась, не расклелась, то есть она упрётся об стенку ведра. Значит, здесь 1,5 литровая банка, в ней литр воды, то есть где-то приблизительно килограмм, и вот таким весом мы прессуем наш сыр в течение часа. За это время я раз его переверну и потом ещё в течение 2-х часов будем прессовать тяжелее весом 3-5 кг. Как его сделать в домашних условиях покажу позже. Вот, друзья, то, что я говорил, что под весом сыр может неравномерно прессоваться. я его немного на дольше чем нужно оставил и он наклонился вбок. Я пытался что-то выровнять, не знаю или получилось, скорее всего, что нет. Ну, чуть-чуть подровняли. Вот так выглядит. Сейчас это был у нас пресс под 1 кг. Как я вам говорил, у меня нету ни специального пресса, нету ни гирь, поэтому будем прессовать тем, что найдется у большинства людей. Дальше нам нужно вес 3-5 кг. Сейчас я этот сыр переверну и ставлю вес на 5 кг. Сейчас покажу, с чего я его придумал. Вот так, друзья, у меня получилось. Вот как я говорил наискось, я перевернул вот и сейчас ставим 5 кг. И это будет у нас ставлю обычную баклажку с под воды. 5 литров воды это должно быть приблизительно 5 кг. И оставляем еще на 2 часа прессоваться. но я думаю, что сейчас оно наискось уже стоит. Поэтому нужно будет чаще к нему заглядывать. Еще нужно минимум 2 раза перевернуть. Но нужно заглядывать, чтобы оно не перекосилось еще больше. Потому что вес тяжелее. Оно сейчас будет съезжать в ту сторону, которая уже съехалась. но я думаю, что мы потихоньку выровняем. Даже если не выровняем, съедим неровную головку сыра. Чем это все закончится, как оно будет выглядеть в конце, покажу. Ну что, друзья, сыр спрессовался. Сразу его можно солить, но поскольку это была ночь, то я его просто поставил в холодильник. То есть он меня оставал в холодильнике. Как солим? Солить необходимо в том случае, если вы будете вызревать более 5 суток. Если вы собираетесь его начать кушать после 5 суток, то его можно просто обтереть рассолом. Как делаем рассол для обтирания либо для соления? 180 грамм соли на литр кипяченой холодной воды. Размешиваем и солим. Солим в течение 2-3 часов, если мы собираемся, чтобы разревал и лежал более 5 суток. Если мы будем его сразу кушать, то просто сверху обтереть солью для того, чтобы была сверху соленая корочка. Если вы собираетесь удерживать его больше, чем 5 дней, хотя его можно кушать после 5 дней, он после 5 дней очень вкусный, после выдержки полгода в год не знаю, потому что не пробовал, потому что все съедалось сразу свежим. Если вы будете его выдерживать более 3 дней, его нужно просушить в холодильнике. Как определить, что он уже подсох, когда на корочке почнется выделяться жир. После этого только его можно упаковывать в сыр для вызревания, либо покрывать латексом, либо можно его обтереть обычным топленым сливочным маслом и обмотать специальную бумагу для сыра с плесенью. Так называется бумага для сыра с плесенью. Это не знаю, что здесь он должен быть, это плесень, хотя если она будет, сильно она не помешает. Сыр очень вкусный, и его уже можно кушать, говорил, через 5 дней. Очень вкусный. Кто не видел еще сыр, который делал по такой же технологии, но с вкусом топленого молока, ссылочка сейчас будет в правом верхнем углу вашего экрана. Напишите пожалуйста в комментариях, делали вы такой сыр когда-нибудь или нет, какой самый быстро вызревающий сыр вы делали, и мне будет очень интересно, нравится ли вам такой сыр если вы делали, если нет, то сделайте и напишите в комментариях как он вам понравится. Если вы живете не в Украине, у вас нет возможности заказать закваски из интернет магазина, закваска, тогда пишите в комментариях, что вам интересно узнать, получится ли такой сыр без этой закваски. Тогда я сделаю эксперимент, сделаю два сыра с закваской, без закваски, увидим какая будет разница по той же самой технологии. Если вы еще до сих пор не подписались, обязательно подпишитесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать видео, и не забудьте нажать лайк, мне будет очень приятно. До встречи следующих видео. Вкуснейший сыр, ароматный, вот такой бутербродный, уже осталось четверть головки, и самое главное, что он дозревает не месяц, не два месяца, не полгода, не два года, а всего лишь пять дней. Смотрите внимательно рецепт вкусного, ароматного сыра. Домашний сыр за пять дней. Домашний